Беларусь Беларусь – страна зимних видов спорта. В нашей стране очень популярны такие виды спорта, как биатлон, фигурное катание, хоккей, ходьба на лыжах, бобслей и другие. Также у нас есть хорошие традиции. Мы любим играть в снежки, лепить снеговиков, кататься на лыжах и санках. Но из-за такой погоды в этом году мы не можем заниматься любимыми занятиями. Горят более 33 тысяч гектаров леса. Ситуация осложняет сухая и жаркая погода. Сейчас температура воздуха в регионе плюс 35. Более 2,5 тысяч гектаров леса горят в Иркутской области. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 24 пожара. Так возникают все новые очаги. Иркутская область Средняя температура за последние 100 лет поднимается где-то на 1,2 градуса. В мире несчастные 0,8 градуса поднятия температуры. Вы видите, каким изменением привели на всей планете. Какие катастрофы, погодные явления серьезные, опасные возникают. А представьте себе, что через 100 лет, если мы будем продолжать двигаться в направлении выбросов парниковых газов с тем темпом, который у нас есть, то к 100-му году, к 2100-му году мы придем к температуре плюс 4 градуса. Представляете, 0,8 градусов сейчас, и мы уже не знаем, что нам делать с теми катастрофическими погодными явлениями. А что будет, если эта температура еще в 4 раза будет выше? Если вы будете жить в мире, который будет подвержен серьезным климатическим изменениям, вы должны учить старшее поколение и направлять, и как-то даже прессовать с тем, чтобы сократить вот эти вот правильно использование ресурсов с минимальным количеством подходов и ограничить, и даже, может быть, убрать из нашей жизни те технологии, которые приводят к образованию вот этих сумасшедших гор пластика, которые потом надо перерабатывать, а дальше тратить энергию или закапывать в землю, чего совсем, так сказать, приемлемо. С точки зрения повышения информированности населения, молодежь может действительно сделать, ну, скажем так, довольно много, чтобы, потому что, как бы, некоторые свои населения, они просто, ну, как бы, люди, нет времени, там, читать газеты, там, интернет и так далее, они просто этот вопрос вообще не знают, что происходит. Вот, поэтому с точки зрения своей информации это может быть очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова